Всем привет, меня зовут Таня Трягина, я стараюсь снимать почаще и вот видите, снова с вами. На следующей неделе у меня предстоит еще одна съемка, посмотрим обувь, а сегодня будем смотреть пальтишки. И не только, потому что мы приехали в помпу, которая находится в торговом центре Французский бульвар. Занесло меня сюда, на Ленинский проспект, далеко от дома, но здесь, говорят, самый лучший ассортимент. Пальто-помпа я вам уже показывала, это пальто с мембраной, бренд петербургский, то есть все рассчитано на нашу погоду. Бренд уже зарекомендовал себя, он очень старенький, 1994 года, ему практически уже 20 лет, 18 получается. У меня для вас есть промокодик на скидочку 10%, я его оставлю вот здесь для вас внизу, либо здесь, и продублирую в описании. Так, теперь что на мне? На мне пальто All Vinit, можете его уже не искать, я его покупала год назад, очень долго пыталась поймать, в итоге все-таки поймала и вот его активненько ношу. Сумочка Милскарта, шарф мне пришлось купить вынужденно, это шарф Манго, я его купила в Минске, потому что замерзла и пришлось как-то утепляться. Внизу у меня кардиган, вы сейчас его увидите, когда мы приступим к съемке. Кардиган инсити нашла на Ламоде, юбка Zara, ботфорты с Wildberries, также в них уже была. В общем, как обычно, комфортно, тепло, удобно. Я не собираю образы с кроп-топами, я собираю образы для жизни. И давайте пойдем собирать с вами образы для жизни, смотреть пальто для жизни в помпу, которая находится этажом ниже. Начнем с того, что хорошее пальто должно содержать не менее 70% шерсти. Вот, например, как вот это пальтишко шоколадного цвета, шоколадный сейчас тренд сезона осенне-зимнего, наравне с розовым. Модель абсолютно классическая, вы сможете это пальто носить и в следующем году, и далее. Некоторое пальто ношу по 5 лет, а если не понравится, вам надоест, то всегда можно продать на Авито. Это пальто стоит 33100, в нем как раз 70% шерсти, и здесь есть такой вот съемный капюшон, что очень удобно. У меня, кстати, у дочки есть такой капюшон, мы его покупали отдельно, здесь тоже можно пить его отдельно. Носится пальто всю осень, все закрыто, вместо шарфа, вместо шапки, тепло, и, естественно, его можно убрать, если вы хотите более классический образ создать. И капры сейчас тоже очень актуальная тема, кстати, для тех, кто не любит шапки. Это пальто Евразима, то есть он где-то примерно до минус 15 градусов, в нем есть также мембрана, и еще, кстати, когда я сдавала свое пальто в ателье, чтобы укоротить, мне посоветовали его не гладить и отпаривать аккуратно, потому что мембрану можно сжечь. Но зато за счет мембраны пальто не продувает. Вот это серенькое пальто я заприметила еще на сайте, 70% шерсти в составе, также мембрана Евразима до минус 15, а то и до минус 20, вот с таким теплым свитером. Ну, кстати, свитер также продается здесь, в помпе есть не только верхняя одежда, но и обычная одежда, мы сейчас тоже посмотрим, что здесь представлено. Про пальто еще хотела сказать двубортное, такие вот пальто, немножечко мужского кроя, также очень актуальны сейчас, да и не только сейчас, это классический фасон, который также можно будет носить еще очень-очень долго. Есть пояс, можно носить с поясом, можно носить как прямое, я вот часто ношу и пальто без пояса, также мне оно очень нравится, и сейчас, наверное, мы его примерим сразу же, да? Будем примерять по ходу дела. Примеряю 44 размер, и, конечно же, видно, что пальто у меня очень большое, здесь размеры идут с 42 по 52, и иногда даже есть 54, то есть широкий размерный ряд я для себя выбрала в размер, то есть мое пальто 42 размера. И также это пальто не на мой рост, на девочку повыше, то есть на метр 70 как минимум, по рукавам видно и по длине пальто, но здесь есть пальто и для невысоких, я этот цвет присмотрела, сейчас тоже вам покажу. А под пальто скрывался вот такой вот красивый вязанный костюм с юбкой, 30% шерсти, тепленький, не кусачий, можно даже, наверное, прям на голое тело. 9100 стоит свитер и 5290 стоит юбка. Очень красивый цвет, кстати, мне бы, наверное, подошло. Такой же костюм есть в синем цвете, в моем любимом, даже не знаю, в каком лучше смотрится, мне нравятся оба, и как раз-таки вот с этим пальто они будут прекрасно сочетаться. Вот, обещала для невысоких, показываю. Такое вот темно-зеленое, смотрите, сейчас я его примерю. Также 70% шерсти, еврозима, мембрана, все как положено. И уже длина, скорее, на рост 160. Вот, смотрите, другое дело. Рукав мне подходит, длина мне подходит, 42 размер мне подходит, и цвет мой. Нашла тут еще вот такие манишки, чтобы утеплить шею, для тех, кто не любит всякие огромные шарфы, 2 890 у них стоимость, и 10% шерсти в составе. Очень мягонькие, приятные, хотя даже акриловые, мне кажется, грели бы хорошо, потому что все закрыто, когда закрыта шея, вы не мерзнете. Во всяком случае, я по себе знаю, что мне гораздо теплее, когда шея закрыта, и руки. Вот, кстати, тоже тренд сезона нашла. Я бы сказала, тренд вообще зимнего любого сезона, потому что мы очень давно уже носим короткие дубленки, и сейчас они снова на пике. У этой дубленки 20% шерсти, я думаю, что это как раз подкладочка шерстяная, 23 100 у нее стоимость. Я вижу, что она не на мой рост, поэтому примерять не буду, но смотрится классно. Я зашла в темный угол, здесь не очень хорошее освещение, но я надеюсь, что будет как-то камера передавать пальто в клетку. Нашла красивая двубортная, абсолютная классика, каждую осень актуальна, в таком английском стиле. 31 100 оно стоит, и как раз есть 42 размер. Также еврозима, также с мембраной. Вот, кстати, тоже пальто, которое подойдет на рост 160-165. Здесь я бы немножечко укоротила рукав. В ателье все быстро делается. И его также можно носить как с поясом, как я сейчас надела, так и в качестве прямого. Мне, кстати, прямое нравится даже, наверное, больше. Ну, когда варианты есть, всегда же лучше, когда можно носить и приталенное, и прямое. Это вообще красота. Пальто просто шикарный состав. 89% шерсти, 6% шелка, 36 100 у него цена. Двубортный кокон, абсолютно тоже классическая. Длина мидия. И здесь очень красивая подкладка. Пьедопуль, собачий зуб, куриная лапка, как вам больше нравится. Я всегда прошу вас обращать внимание на подкладку, потому что вы все-таки расстегиваете пальто, сдаете его в гардероб. И когда какие-то там цветы несуразные, это все как-то сразу дешево выглядит и портит ваш вид. Смотрите, чтобы все было красиво как внутри, так и снаружи. В общем, такое пальто, мне кажется, тоже можно будет много-много лет носить. И тем более она черная, даже не каждый сезон будете в химчистку сдавать. Тем более его можно легко почистить щеточкой. За счет того, что она такая ворсистенькая, грязь очень легко будет счищаться. Я знаю, о чем говорю, потому что, как вы знаете, у меня очень много различных пальто. И вот такие пушистенькие, очень простые в уходе. Про короткие пальто, короткие пальто-пиджаки, пальто-жакеты. Я вам также уже говорила, что это сейчас тренд. Вот не только мы носим мидии и макси, но носим теперь и такую длину мини. Здесь тоже очень хороший состав. 85% шерсти и 10% кашемира. 28-100% стоимость. Мне кажется, что эти манжеты выглядят слишком трендово, не очень классические. Но можно резинки из них в ателье достать, и будет обычный рукав. Если вы любите прям по классике. И у него еще очень красивый оттенок, такой серо-бежевый. Выглядит дорого. О, светленькая-светленькая, покажем. Так, а это темисезонная, не зима. 70% шерсти, также мембрана и 25-200% стоимость. Но еще до зимы, между прочим, больше месяца. Так что можно брать и не зимние варианты еще пока, и ходить даже не только в ноябре, но и в декабре. Сейчас в декабре бывает теплый. О, вижу, что здесь не нужно регулировать рукав. На невысоких можно просто его подвернуть под свой рост. Приятная клетка, тоже вне времени. Вот тоже классный вариант, хочу вам показать. Деми, но теплая. 60% шерсти, мембрана 33-100%. Стоимость двубортная, уютная, объемная. И капюшон также идет в комплекте. Это скорее на средний рост. То есть мне немножко длинновато, а высоким может быть немножко коротким. То есть где-то 165-167. Нашла самое яркое пальто здесь. Цвета фуксии. 31-800. Это тоже деми, не зима, тоже мембранный вариант со спущенным плечом. А там есть пояс внутри, то есть его можно сделать приталенным. Мне даже хочется примерить, мне не идет такой розовый, но почему-то очень хочется примерить это сумасшедшее пальто. Попробуем? Кстати, первый раз примеряю Макси пальто. Для меня это Макси. Для тех, у кого рост 170, это будет Миди. Ну слушайте, интересный опыт. Я понимаю, что это может быть мне по цветотипу не очень подходит. Ну что-то в этом есть. Просто примерить что-то новое, за примерку денег не берут, почему бы и нет. А вдруг это окажется именно вашей вещью. Возьмите, примерите и откройте для себя что-то новенькое. Здесь, кстати, тоже регулируется рукав. Мне нравятся такие варианты, когда можно под свой рост длину подгонять без ателье. А здесь вообще 100% шерсти пальто. Немножечко напоминающее бушлат, такое пальто-пиджак. Тоже двубортное. 25-200 у него стоимость. Тоже скорее на высокий рост. Потому что мне будет до колена, а пальто-пиджак все-таки должно быть длиной, как пиджак. Можно сколько угодно говорить, что бежевое пальто уже надоели, что мы наносились бежевого. Но это классика. Тем более сейчас можно добавить к бежевому ярко-зеленый какой-нибудь шарф, шапку. Будет совершенно не скучно. В следующем сезоне еще что-нибудь придумаем. Здесь 80% шерсти. Это зимний вариант, 34-100 стоимость. И, конечно же, также есть мембрана. Рукавчик тоже регулируется. Ростовки. Это тоже 170. О, класс, класс. Какое красивое. И тоже в комплекте с капюшоном. Темно-серый, серый. Также тренд сезона. Сейчас под капюшоном найду где-нибудь ценник. Ага, вот он. 70% шерсти. Это также зима. 33-100 у него стоимость. И также ростовка 170. Здесь уже рукав не регулируется. Придется укорачивать и рукав, и длину. Ну, кстати, для зимнего пальто, оно достаточно легкое. Хотя я поднимала сейчас все эти пальто, и у меня уже бицепс, наверное, накачался. И трицепс что-то качается. Я далека от спорта. Тоже такой осенний прямо цвет, уютный. Называется корица. 70% шерсти. Хотя это евразима, между прочим. 26-100 стоимость. И это уже однобортное пальто. Если вы не любите двубортное, то здесь тоже такой вариант присутствует. Кстати, на спинке интересная полочка. Мне нравятся такие элементы. Они делают пальто нескучным. Надеюсь, мне не нужно уже напоминать в этот раз, что нужно распарывать шлицы. Почему-то часто вижу все равно зашитые шлицы в общественном транспорте. Я думала, все уже о них знают, что это технический шов, и, естественно, нужно его распускать. Здесь, кстати, красивый костюм. Хотела бы вам тоже показать. Красиво цвета сочетается. Синенький офисный костюм с жакетом Спенсер коротеньким. Стоимость у него 10,890. 63% вискозы. Барюки. Барюки тоже интересные. Такие укороченные, с отворотами. Наверное, при желании можно в ателье тоже все дело распустить, сделать их в полной длины. Люблю такие вещи, трансформеры. Можно на кнопочки посадить, чтобы можно было делать и короткие, и длинные. Так, ищем, ищем, ищем. 790 стоят брюки. И также можно к этим брюкам взять другой жакет. Ткань такая же, по цвету они идентичны. 12,590 и такой же точно состав. 63% вискозы. Кстати, жакет вообще классный. Держит форму. Плотный. Ну, на рост тоже получается где-то 170, видите, на меня он очень длинный. Вот тоже классный осенне-зимний клетчатый вариант. Рукав можно регулировать. 70% шерсти в составе. 32,100 стоимость. Такие вот кармашки здесь интересные. Над кармашками, точнее, такие вот клапаны нашиты. Что, в принципе, делает пальто не скучным. И тоже ростовка 170. Я стараюсь рассказать и показать качество вещей. То есть не просто вот есть такое пальто, смотрите, нет, я хочу, чтобы вы видели, что действительно качественная вещь. Здесь отлично отшиты лацканы, ровные швы, нигде ничего не сборит. Все аккуратненько, все ровненько, все красивенько. Хорошие нейтральные пуговки. Также хорошего качества, не придется их менять. Подкладка также нейтральная. Кстати, все, как я люблю. Все ровненько, шовчик к шовчику. Это демисезонное пальто, 70% шерсти, 27-100 у него стоимость. И также ростовка метр 70. Думала, что самое яркое пальто вам уже показало. Нет, здесь вот такой вот вариант для южной осени. У нас же страна большая. У кого-то сейчас еще 20 градусов, у кого-то вот уже ближе к минус 20. Так вот, для южных регионов 60% шерсти, 40% вискоза, 23 тысячи рублей. Яркое пальто без подкладки. Хотя нет, здесь есть подкладка. Я вам соврала. В общем, яркое, легкое пальто. Рукав, кстати, тоже регулируется. И его укоротить также не будет проблемой. Можно брать и на невысокий рост. Я обычно говорю, что букле это вариант холодный, продуваемый, но с мембраной. Буклешка может быть очень даже теплая. Это зимнее пальто. А на запах есть в черном цвете и есть в сером. 70% шерсти, 20-70% стоимость. Очень интересно оно сделано. Смотрите, здесь есть такая завязка. Здесь кнопочка, чтобы не продувалась. И вот оно идет на запах. То есть можно носить его вот так, как прямое. Можно носить его вот так, запахнуто. Ну и в принципе, если вам эта завязка не нужна, не нравится, ее легко можно выпороть и просто убрать. Много лет носим пальто-халаты и, наверное, мы никогда не перестанем их носить. Здесь такой красивый пудровый цвет, пушистенькое, нежненькое пальто-халат, потому что в нем 89% шерсти, 6% шелка. Очень приятная по составу, очень приятная тактильно. Нежный цвет, немой оттенок, но девочкам более нежной внешности будет очень красиво. 35% у него стоимость и это демисезонное пальто, не зима. Мне кажется, до декабря можно. Еще из деми-вариантов. Такое вот тоже интересненькое пальто. 132 500 у него стоимость, 70% шерсти. Смотрите, какая необычная спинка. Прямое двубортное. Здесь такой вот еще элементик присутствует. Классический кэмул цвет. Тоже можно было носить много-много сезонов. Очень приятная. Мягкая-мягкая шерсть. Премиального качества пальто. 90% шерсти, 10% кашемира. Очень-очень легкая, нежная, мягкая. Такое оно необычное, межка по фасону. Мне кажется, что это восточное напоминает, японское. У него есть пояс, можно его приталить. На мне 42 размер. На мне практически получается, что оно макси. На самом деле оно должно быть скорее миди. 36 100 у него стоимость. То есть вот так оно выглядит практически как обычный халат. Когда оно не подпоясано, оно, конечно, смотрится довольно-таки интересно. Необычно. На кнопочках я тут не застегнулась до конца. Справляюсь. Кстати, помпа шьют и пуховики. Я не очень люблю данное изделие. Я считаю, что это все-таки что-то такое прогулочно-загородное. Ходить каждый день в пуховике я бы не рекомендовала, так скажем. Потому что есть для этого пальто, есть для этого искусственные шубки, которые вы почему-то не оценили. Но я думаю, еще время для них придет, и скоро в них все нарядятся. Но от никаких таких качеств у этих пуховиков у меня нет. Сшиты, конечно, они отлично. Есть манжета, чтобы не задувало в рукава. 41 100 у него стоимость. 90% пуха. 10 пера. Легкий пуховичок. Шея также закрыта. Наверное, даже правильно назвать это пуховым пальто. Уютные кармашки с утеплителем. Как я люблю, чтобы ручки не мерзли, если забыли перчатки. Молнию тоже задувать не будет. То есть все продумано, все в нем отлично. Если вы хотите гулять с ребенком, то прекрасный вариант. И вот еще есть такой вариант пальто на утеплителя. Также мембранный. 26 100 стоимость. Это не пуховик. Внутри полиэстер утеплитель идет. Кстати, он выглядит не очень спортивно. И вполне себе может заменить пальто, если вам кажется, что в пальто вам холодно. Но я вам честно говорю, в пальто мне теплее, чем вот в таких вариантах. Как я уже сказала, здесь есть не только пальто, но и есть другая одежда. Когда я выбирала вещи на сайте, смотрела, что вообще есть у бренда в осенней коллекции. Присмотрела такое вот платьишко. Оно вроде как шифоновое летнее, но в то же время расцветка у него такая приглушенная. То есть уже для более холодного сезона. 10 300 оно стоит. Легкий, приятный шифон. Я думаю, что мы возьмем его в примерочную. И пойдем соберем несколько образов с ним и с другой одеждой. Я сейчас какой-нибудь свитер подберу и пальто сверху накинуем. Не зря же я с собой сменную обувь брала. Собрала такой простой, понятный образ. Можно поехать гулять за город куда-нибудь в парк. В Гатчину, например, я бы вот так могла одеться. Недавно туда ездили или в Павловск. Пальто зимнее. Евро зима. 85 шерсти, 10 кашемира. 31 100 у него стоимость. Платье я вам уже показала. И здесь может быть, в принципе, любой кардиган, джемпер, свитер. Все, что вы хотите. Можно еще каким-нибудь шарфиком укутаться. Пальто, кстати, в 44 размере. И я бы также брала свой 42. Оно мне чуть-чуть большое. Здесь, на самом деле, очень классные шарфики. Смотрите, я вот первый попавшийся практически взяла. И он отлично подошел к моему образу. Отлично подошел к этому пальто. 3390 у него стоимость. Довольно-таки мягкий и приятный. Все мне не давало покоя эта дубленка. Висит здесь рядом. Я смотрю, смотрю, в общем, примеряю 42. Ростовка не моя. Мне бы покороче бы сантиметров на 7-8 точно. Чтобы она была более универсальной. Чтобы можно было носить ее с широкими джинсами. Но вообще, конечно, она очень комфортная, мягкая, легкая и классная. Поэтому, если, девочки, у вас рост 170, берем. Вы скажете, ты примерно в таком образе сегодня сюда и перешла. Ну да, это мой стиль. Только кепи у меня не было. Кстати, у меня есть подобная кепи. Надо найти ее и снова носить. Хороший головной убор для осени. И тепло в них. И укладка, которая у нас совершенно не держится в Петербурге. Хоть как-то выглядит более-менее прилично. Пальто также на мне зимнее. 70% шерсти. 31100 стоимость. На мне снова 44-й. Хотелось бы 42-й, но нет. Фасон мне, конечно, очень нравится. Ну и можно невысокий, но придется немножечко подрубить рукав в ателье. Потому что здесь вариантов отрегулировать его не предусмотрено. На мне вся одежда, кроме сумки с помпа. То есть свитер и юбочку я нашла здесь. Юбочка 42-го размера. Она похожа на ту, в которую я сегодня пришла, но она больше. Смотрите, девочки, если вы носите 40-42, то это скорее 42-44. И здесь бы подошел идеально мой шарф. Мы сейчас его попросим. Вот. Я прям в своем. Мне кажется, образ для заставки готов. Это пальто я вам уже показывала в самом начале. Но я захотела показать вам его снова. Как раз таки вот с этим капюшоном. Которым я его еще больше утеплила. Это пальто зимнее. Добавила сюда брюки кожаные, как я обычно одеваюсь. Массивные ботинки. Внизу теплый свитер с длинным рукавом. Мне очень нравится, когда у свитера длинная рукава. Потому что перчатки часто где-то забываешь. А так перчатки, точнее митинги или митенки всегда с вами получаются. Кстати, можно даже вот так вот зашивать. Пару стежков делать. И у вас получается более интересный свитер. Сейчас многие свитера именно такие и идут. С отделением для пальчиков. Мне нравится капюшон. У меня есть еще один вариант для вас. Все лето так ходило, кстати. И всю осень. Берем любой джемпер. Ну, желательно, не очень плотный. Вот так вот накидываем. И носим его в качестве шарфа. Тепло и уютно, и многослойно. И на этой прекрасной ноте мы с вами будем прощаться. Выбирайте себе хорошее, красивое, теплое, стильное пальто на зиму. Выбирайте эко-шубки. Выбирайте, что вам близко. Хотите носить и пуховики. Хотите носить и мех натуральный, искусственный. Только, пожалуйста, давайте не будем ругаться в комментариях. И писать гадости тем, кто считает по-другому, чем менее как-то от вашего может отличаться. Давайте будем лояльны друг к другу. И будем сеять добро, мир и позитив. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. Не забывайте, что скоро у нас будет обзор обуви. Так что подпишитесь обязательно. И пока-пока.